Ну что, друзья мои, сегодня у нас в ЗАРА, ЗАРА в программе, в ЗАРА. Итак, заходишь и всё чёрно-серое, всё чёрно-серое. Я очень расстроена, но я всё-таки постараюсь найти что-то интересное, приличное. Посмотрим. Сейчас буду ходить искать и показывать вам, если что-то найду. А так вообще общий фон, конечно, уныл. Так, мы начнём с украшений. Брошка. Мои любимые брошечки. Какая симпатичная, 36 долларов. Ну, я жду распродажи, как вы понимаете. Я ничего не покупаю так. И это набор. Что же это такое? 36 долларов. Наверное, кольца. Или маленькие брошки. Это, наверное, маленькие брошечки. Тоже такой набор, да? Потом вот такие браслеты. Для тридцатку. Три браслета. Красивые. И это, наверное... А, нет. Я думала, что это на волосы. А это небольшой такой браслет. Тоже за 30 долларов. Кожаный ремешок. И вот такие вот всякие красивые, интересные висюлины. Разнообразные. Прикольные. Так, здесь у нас вот такое вот огромное колье. Колье за 56 долларов. Ого! Это, конечно, бусы. Потом вот такие вот серьги, которые подходят вот к этому колье. Это браслет. Серебро. Ну, под серебром. Смотрите, какой. Такой с пружинкой. Очень-очень даже такой необыкновенный. И вот такие вот кожаные браслеты. Тоже необычное, конечно. Необычное решение кожи. Так, из одежды, девочки. Ну что? Как-то скучно все очень. Я прям даже не знаю, чего. Вот такой жилетик за 100 долларов. С блестящими пуговицами. И на поясе. Вот такой набор колец. Сегодня музыка орет особенно громко здесь. Кольца. Такие серьги. И еще вот кожаные браслеты. Только сплошные, без разреза. И такой вот другой немножко цвет, форма. 40 долларов они стоят у нас. Конечно же, в Европе это стоит дешевле. Ремни. Так, продолжаем. Продолжаем серо-черную гамму. Я, конечно, что-нибудь найду. Вы не сомневайтесь. Так, вот такие блестящие браслеты. Вот я там отражаюсь. Здесь браслет с кожаным, вернее, с кусочками такими из меха. Такая вот застежка, видите. Кстати, прикольный. Очень даже интересный, необычный. И вот к ним уже и пояс. Тут же сразу, если вы хотите. Вот такие широкие пояса. Очень были модны в прошлом году. Какие-то пелерины. Сумки. Здесь одна сумка знаменитая. Здесь в Заре, которая распродана везде. Она, по-моему, стоит порядка что-то на 300 долларов. Кожаная. Вот этот костюмчик, кстати. Такая огромная замшевая коричневая сумка. Это такой виск сейчас. Вот этот костюм многие хвалят. Блогерши. Это такая вязаная короткая юбочка. Прям совсем коротенькая юбчонка. И вот такой вот свитер. На застежке. На такой косой. Металлическими вот такими вот заклепками. Ну, короче, буквально. Так, свитера. Вот такой прикольный, смешной кардиганчик. За 70 долларов. И вот такой вот есть свитер. С ромбами. Которых полно, кстати, в кос. Но в кос они там шерстяные. Здесь, наверное, синтетика. Так. Сапаки. Под леопарда. Ну, в общем. Не знаю, девочки. Все такое скучное. Я что-нибудь найду. Я вам вещаю. Пальто. Ой. Найду, найду что-нибудь. Так. Девочки, мы в примерочной. Обычно в этом магазине музыка тихая. Но сегодня орет, как будто им за это платят. Чем громче, тем они больше денег зарабатывают. Перед самым моим носом. Большую примерочную вот тут. Вот, которую я обычно люблю снимать. Заняли. И приходится мне ютиться вот с такой вот маленькой. Но я надеюсь, что вы меня видите. Потому что у нас сегодня будут джинсы. Одна пара джинс. И много-много свитеров и жакетов. Пиджаков, жакетов. Я не знаю. Как хотите. Называйте. Честно говоря, давайте я сяду. Устала я. Говорят, сумку нельзя ставить на пол. Бух. Грязный, конечно. Сумку жалко. Ну, я даже на этой табуретке сижу. И она вся качается. У меня скоро будут видео, знаете, разговоры с примерочной. По-моему, я буду приходить в магазин, садиться в примерочную. Вот так вот ставить телефон и записывать какую-то свою болтовню. Потому что что-то у нас в магазинах так тоскливо. Я не знаю. Или все раскупили, или не завезли. Короче. Когда не придешь, везде какая-то тоска. Все серо-черное. Так даже с боксом серо-черное. Какое-то неинтересное. Размеров нифига нет. В общем, короче. Я кое-что принесла. Вот видите, я вам показываю. Кусочки. Кусочки. Того, что я принесла. Конечно, леопардовый жакет, пиджак. Бархатный, по-моему, неплохой. По-моему, шикарно. Дождитесь. И вот снова пару джинсов. Вот какой-то такой свитер с какими-то штучками. Так, все. Давайте примерять. А я покажу вам, в чем я. Значит, пальто вы видели. Оно не белое. Оно такое молочное. Пояс пришел при нем. В прошлом году, по-моему, купила в Заре. И на удивление оно мне не очень велико. То есть, я его когда покупала, оно мне как-то было так впритык. А сейчас самый раз. Сейчас сниму, покажу вам платье тоже из старых моих платьев. Вы знаете, у меня роман со старыми платьями сейчас. Как раз на нашу погоду. У нас сейчас такой межсезонний. Так, сейчас сниму пальто. Вот такое платье, девочки. Старомодный фасон, длина. Все старомодное, с запахом, с поясом. Ну вот, вот такое платье. Вот такое. Немодный фасон, немодная длина. Не то, что немодная, не актуальная. Но мне нравится. Как раз в самый разный. Так, вы знаете, что я все пыталась себе найти джинсы. Пыталась, пыталась. И вот, честно говоря, вот эти джинсы неплохие. Мне не очень нравится их фасон. Видите, они делают ногу кривой. Вот мне кажется, что вот эти вот новые фасоны, как-то они называются балум или как-то так. Я потом почитаю. Но было написано, что это straight legs. То есть прямые ноги. Но вот они не прямые, они кривые. Вот такие вот получат с колесом. Это вот такой новомодный сейчас какой-то фасон. Я, честно говоря, бы не хотела такие покупать. Потому что мне кажется, что они, во-первых, быстро будут из моды. Во-вторых, мне кажется, что они немножко уродуют ногу. Я никого не видела, на ком они сидят красиво. Молодые, худые, высокие, стройные. Во-первых, они не очень длинные. То есть они как бы вот у меня небольшой каблук. И они на меня вот в самый раз. То есть девчонка выше меня ростом, они будут короткие. То есть они как бы не... Я не могу сказать, что они прямо вот на очень высоких. И вот видите, какие они делают ноги. Я сколько видела всяких блогерш, которые показывают такого типа джинсы. И говорят, и все в восторге. Как красиво, как красиво. Но они не на ком некрасивые. Они просто делают ноги кривые любому человеку. Зачем человеку с ровными ногами делать ему ноги как будто бы кривые? Ну не окривели же у меня ноги за... За последние... За последние две недели. Ну в общем, короче, странный фасон. Я хотела на самом деле примерить джинсы, которые я видела у них онлайн. Но я их здесь не нашла. Так, топ. Я люблю такое. Это, значит, безрукавка. И вот такие вот нашитые... Вот такие вот легкой прозрачности. Это даже не пайетки, а какие-то прозрачные вот такие вот... Такие, знаете, большие как бы пайетки. Но пайетки все-таки блестящие. А это не блестящие. Это просто вот такая вот прозрачная... Прозрачный кружочек. И он создает вот такой вот легкий перелив. Такой, знаете, хвост русалки как будто бы, да? Ну тут получается как бы не хвост, а топ русалки. И честно говоря, мне он очень нравится. Я обожаю такие странные вещи. И ширина, длина мне его нравятся. В общем, я вот так буду стоять, чтобы как будто бы... А то все подумают, что у меня кривые ноги. Как-то вот так надо стать, завернуть их вот таким вот... Вот таким вот врагульку такой. Тогда это не выглядит так смешно. Пока вы, кстати, вы заметили, что я поменяла примерочную. Пока мы с вами здоровались. Девушка, которая здесь была, ушла. И я вот тут вот завладела. Очень люблю эту примерочную. Большая, широкую, удобная. Можно показать все издали. А мне сегодня особо показать нечем, потому что ну вот только джинсы и топы. У меня состара, пиджаки. В общем, вот так. Так, в этом джилете 8% шерсти. Это, кстати, сейчас стандартный состав. Я смотрю и в Яникло, и здесь тоже, и везде. Я, значит, немножко добавляю шерсти. Обычно 8%. 66 долларов. Размер смол был у меня. Вот его артиклы. Артиклы. Делается скриншот, если вы хотите. Мне он нравится. Посмотрите, вот это вот. Как же это прикольно переливается. Правда же такое мерцание? Класс. Шикарнейший, совершенно плюшевый, леопардовый пиджак. Он не застегивается. В нем нету пуговиц, поэтому я его так придерживаю. Я думала, что я так застегну на себе, и мне не нужно ничего вниз надевать. А он не застегивается. Ну вот смотрите, он на мне вот так вот сидит. По-моему, это тоже смол размер. Вы знаете, у него классная совершенно расцветка. Он прям как настоящий такой тигр. Леопард или тигр, что я сказала? Леопард. Пардон. У меня плохо с флорой и фауной. Я все время путаю всех животных и цветочки. Смотрите, это бархат. И он вот такой вот коротенький. Здесь у него, по-моему, может и настоящие карманы, не знаю. Значит, он не застегивается. Вот у него нет пуговицы. Но я так его запахнула на себе. Мне очень нравится. Прям очень. Я вам потом на вишнике покажу поближе. Но он очень эффектный. Просто шикарно. Леопард. Бархат. Длина. Все, что надо. Все, что годно в этом сезоне. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Леопард никогда не уходит из моды. Он просто становится вдруг писком моды. А потом становится просто не писком. А просто обычная вещь. Так же, как горошек, клетка, полоска. Такие вещи никогда не выходят из моды. Понимаете? Вы можете их носить в моем платье. Я думаю, в горошек. Я не знаю. 10 лет. Ну нет, не 10. В руку, конечно. Но лет 5. И вот. Леопард относится к тому же. Просто, когда, допустим, он в тренде, то им завешено все. Так же, как горошком было завешено в одно время все. А потом он выходит из тренда. И вы не можете, и вы не найдете себе леопардовое платье или леопардовый жакет, если очень хотите. Так же, как сейчас, например, нет ничего в горошек. Ни одного платья в горошек нет. Только на мне. В магазинах нет. Но если вы его купите, вы будете его носить долго, долго, долго. Так. Вы понимаете, значит, жакет состоит 98% хлопок, верхнюю часть. И 2% эластар. И подкладка 100% полиэстер. Стоит он 129 долларов. Размер small. Я примеряла. Вот его номер, артикл. И он вроде бы, да, бархатный. Или нет? Вот я не... Вроде бы и такой бархатистый, но... Трудно сказать. Ну, хлопок... Может быть, бархат хлопком? Хлопковым? Я не знаю, девочки. Скажите мне. Вот такой вот он сшит. Здесь карманчик, здесь карманчик. Коротенький. Пуговец нет, к сожалению. Но вот 98% хлопка. А вот ткань вот такая вот, видите? Бархатистая немножко. Но в общем и целом... Знаете, очень красивый такой цвет коричнево-черный. Такой прямо, знаете, как будто у вас настоящая кошка. Слушайте, мне так нравится этот свитер. Ну, под него нужно бежевое белье. У меня черное, поэтому оно просвечивается. Он немножко просвечивается. Написано, что в нем шерсть с альпакой. Я сейчас почитаю, сколько что-чего. Значит, у него отделка вот такая вот на... Вокруг горловины и на воротнике. Это размер лавчей. Сейчас я взяла побольше, потому что он такой тоненький. Я подумала, что паблипон мне не хочется. А вот этот прямо очень-очень. Надо посмотреть, что в нем за состав. Но написано шерсть... Приместь шерсти с альпакой. Хотя цена какая-то такая, что... Не думаешь, что тут много шерсти альпаки, но посмотрите, как он красивый. Такой нежный, такой женственный. Прямо-прямо... Как будто кружево паутинка. Паутинка, да? Кто любит женственные вещи. И цвет такой приятный, молочный. В общем, очень мне нравятся. Вот эти цветочки бабушкины, вывязанные вот так вот по горловине и по манжету. Я люблю просто... Я люблю такой женственные цветочки. Мне нравятся. Я как бы... Это такое мое. В общем, он, короче, не очень большой. Видите, такой. Так, состав действительно неплохой. 39 процентов, по-моему, да. 39 альпака и 29 шерсть. По-моему, вот так. Остальное полиамин. Ну, то есть достаточно много альпаки и шерсти. И он действительно, смотрите, какой он тоненький и пушистый. Стоит он 80 долларов. Я считаю, что это не очень дорого для такого состава. Размер large. Вот его номер. И вот эти вот красиво сделанные вот эти цветочки, вы знаете, они действительно очень приятно, симпатично вывязаны. Какая нежность. Какая девичья нежность. И он такой, знаете, не слишком много цветов, а так вот чуть-чуть вот вокруг горловины на манжете. Но он действительно... Он немножко прозрачный, единственное что. Но с бежевым бельем нормально. Видите, он немножко действительно вот пушистый. Чувствуется альпака, шерсть. То есть хороший состав. И это размер large. Его надо брать немножко побольше, потому что он такой, знаете, ваблипон. Так, жакетик очередной с блёсками. С блёсками, с пайетками. Размер medium. Немножко куцеват. Надо было, наверное, взять large. Я как-то подумала, что... Вот большой large. Ну вот, нет. Надо было large. Ну, предположим. И medium не страшно. По-моему, это medium. Видите, тот у меня был смол. Этот, леопард. По-моему, смол. Или medium. Я уже не помню. Сейчас посмотрю, проверю. Он коротенький совсем. И рукава, кстати, мне не длинные, что большая редкость. Вот просто чёрный под шанель, ещё с блестящими серебряными пуговицами. Вот такой вот воротничок у него здесь тоже можно застегнуть. И пайетки. Опять же, я бы сказала, что он как бы немного нарядный, но не так прям, что прямо, ах, прямо, знаете. Я не знаю, что ещё чего, но они как-то не очень уж так сверкают. Так чуть-чуть переливаются, видите, да. Я не могу сказать, что он прямо такой, прямо, знаете, только на выход. Вот я бы и на работу в такую пошла запрос. Кстати, надо повытаскивать всякие мои вот такие коротенькие жакетики, попримерять. Потому что нас переводят на три раза в неделю в офис. То есть раньше, я сейчас ходила два раза в неделю, с декабря мы переходим три раза в неделю. Так что я буду блогерка ваша, будет много работать, много ездить на работу. И надо вытаскивать все наряды, потому что мне они сейчас как раз вот пригодятся. И, может быть, я буду чаще снимать. Ну, то есть, как бы, получается, что у меня... Я же обычно после работы снимаю, потому что я при параде, я накрашенная. Я отъезжаю из своей деревни куда-то в более, так сказать, центральные места. Здесь большие молы, большие шоппинг-центры. Там есть побольше магазины, поэтому я обычно не буду снимать после работы. Вот. И вот сейчас у меня будет три раза в неделю вот такой выход на работу. Вот так. Так, девочки, значит, подкладка 100% ацетат. Вверх полиэстер с какой-то вот этим вот металлизированной ниткой. Стоит он 120 долларов. Видите, был размер медиума. А леопард, вот я посмотрела, это, видите, от леопарда смол. И он больше, чем вот этот медиум. То есть, вот этот такой вкусненький маленький жакетик. Вот его пуговицы вот такие. И, значит, ну, вот такой вот он такой с легкой блестинкой. А вы знаете, что? Здесь такие же пайетки. Это даже не пайетки, а вот типа вот как вот здесь, только они маленькие. Они тоже не блестящие. Не блестящие. Поэтому так он как бы переливается, но не очень сильно. Видите, они такие вот прозрачные. Прозрачные пластиночки. Здесь, правда, есть вот эти вот еще какие-то вот пришитые. Но это тоже такие прозрачные пластинки. А просто в самой ткани вот есть люрик. За счет этого он переливается. Но вы понимаете, поэтому он не выглядит таким прямо нарядным-нарядным. Потому что вот такой же, как вот в этом жилете, блеск. Такое немножко мерцание такое. Не совсем прямо блеск-блеск. В общем, короче. Ну, ничего, такой жакетик симпатичный, симпотный. Даже подешевле, чем леопард. Леопард 130, он 129, а это 120, 119. Вот так. Так, смотрите, еще один свитер. Обычный черный свитер. Но у него вот такая вот интереснейшая отделка. По-моему, у меня уже что-то здесь оторвалось точно. Вот здесь вот не хватает одной железки. Жалко, конечно. Но, видите, вот так они их пришивают качественно. Сам по себе свитер обычный. Ну, вот эта вот отделка. Ну, и как бы, знаете, зимой с голыми вот этими руками. Вот я его надела. И вот этот металл, он так холодит руку. Ну, это интересная история, интересный вариант. Вентиляция такая на плечах. Он от плеч идет на плечах и на руках. Так вот, черный, обычный, серебряный вот такими вот. Ну, что-то в этом есть. Что-то, конечно, в этом есть. Ну, не знаю, я захотела его померить. Ну, как будто, знаете, необычность какая-то. Мне стало интересно сказать, что прямо я бы такой купила. Нет, наверное, нет. Он короткий. Вот такой вот тоже короткий. Не знаю, какой размер. Сейчас посмотрю. Видите, он вот такой летучая мышь. Низкая пройма. Ракова длинная, но не страшная. Раковах-то не страшно, их можно поднять. Вот такой вот цвет. Так, 100% шерсти, 65-90, размер medium, вот его артикл. И вот, значит, вот такие вот штуковины пришиты к рукаву. Чтобы это не означало, как будто какие-то камушки, бусины. Ну, не знаю. Спорная, конечно, вещь. Немножко старомодная, мне кажется. Но что-то имеет место быть. Единственное, что я, мне кажется, что здесь уже повылетали эти, повылетали эти вот штуки. Плохо пришиты они. Вот, то есть, если вы будете покупать, очень внимательно следите. Видите, здесь уже одного нету. И, по-моему, и здесь одного нету. Ну, вот. Ну, вот такое вот, конечно. Смотрите, чтобы все они были на месте. Хотя, в принципе, можно там отрезать и через одну попрошивать, если очень надо. Нет, я говорю ерунду. Никому не надо ничего через одну пришивать. Просто, если будете захотеть, вам захочет такой свитер, будете покупать. Внимательно следите, чтобы не отваливались эти вот железячки. Это же металл, металлический. А когда домой придете, посмотрите, чтобы они, если плохо пришиты, пришейте хорошо. Потому что наденете, пойдете куда-то, и оно у вас упадет по дороге. Так, совершенно классный жакет. Я знаю, он выглядит немножко клоунским. Ну, кстати, вот очень много такого типа жакетов в Кос я вам показывала. Там прям вот эти ромбы каждый, каждый сезон они делают эти огромные пушистые свитера с ромбами. Здесь тоже есть свитер, свитера, а есть вот такие вот жакеты. Значит, моя претензия к нему, что вот этот ромб, он, ну, в принципе, он совпадает. Но, видите, вот если его, вот он должен быть вот так. То есть вот эта вот синяя штука, она должна быть немножко вот так. Но, как бы, я не могу сказать, что это очень плохо. Его можно носить расстегнутым, и даже лучше, наверное, носить расстегнутым. У меня просто нету никакого внизу, ничего надетого. Ну, я вам сейчас попытаюсь более-менее как-то показать. Может быть, я одену жилет вот этот, ну, чтобы вы видели. Ну, в общем, вот так вот. Когда он расстегнутый, вот, то это выглядит лучше, потому что тогда в расстегнутом виде вот этот ромб, он абсолютно совпадает. Вот эта синяя вязка, синяя нитка тоже, синий шов как будто. А когда он застегнутый, то она немножечко вот так вот наползает одно на одно, и выглядит это странно. Ну, в общем, вот в расстегнутом виде он выглядит идеально. И, может быть, надо было больше размера. Это смол, по-моему. Может, если бы я взяла бы размер побольше, то я бы застегивая, он бы, ну, нет, он не натягивается. Он просто, вот, знаете-ка, вот он вот выглядит правильно, вот встык. А пуговицы все-таки немножко находятся сбоку, и поэтому когда он застегивается... Ну, в принципе, мне он очень нравится. Такой хэллоуинский немножко оранжевый, с коричневым, с синим. Карманы такие большие, но очень симпатичные. Ну, прикольный такой, необычный, правда? Классный. Толстый-толстый, толстый-притолстый. У нас таком... Его можно у нас носить только вот в межсезонье, как какую-то верхнюю куртку или жакет, потому что в помещении в нем находиться будет ужасно жарко, даже если он весь синтетический, но он такой толстый, как валенок. Плотный такой, знаете, сваленный, вот такой вот, как будто бы из такой сваленной ткани. И, конечно, в нем будет очень жарко. Чисто вот как верхнюю одежду его можно носить. Как просто под пальто или под пуховик. Не-не-не, ни в коем случае. Я всем много раз об этом писала и говорила, что у нас в помещениях ужасно жарко. И у нас зимой, когда топят, у нас прямо вот душ душная, прям очень-очень жарко всегда. И поэтому вот в каких-то очень толстых вот таких вот вещах с пухом, с махером, с кашемир, вот это, знаете, есть только шерсть, а только тоненькая. Потому что вот что-то такое толстая шерсть или толстый кашемир, это все, это вы не будете в нем ходить. А вот тонкая шерсть, да, а вот такая вот вещь, неважно из какого она, из чего она сделана, вот такой толщины, это чисто как верхний одежду, как верхний жакет. На него у нас почти нет сезона, у нас очень короткая осень и весна, сразу становится очень холодно осенью, весной сразу становится жарко, лето. И буквально демисезонные вещи мы носим буквально вот, ну, 2-3 недели. Поэтому если есть пару пальто, и уже слишком много. Так, 8% шерсти в этом жакете. Стоит он 100 долларов. Был размер смол у меня, вот его номер. Если его носить как верхнюю одежду, я бы взяла мидию, потому что он, конечно, такой узенький. Мне казалось, что он очень широкий, большой, но он оказался, что нет. Смотрите, видите, пуговицы обтянутые под кожу, карманчики. Видите, какой он толстый, он толстый, притолстый, как валенок, прямо очень толстый. Ну, я не стала бы покупать такую вещь, даже на селе, даже... Потому что, ну, я не знаю, у нас некуда в таком ходить, серьезно. Если только его носить как верхняя, как куртку, но, опять же, сколько у нас того сезона? Один раз в сезон оденешь, может быть, максимум. Очень такой, знаете, спорный яркий цвет. То есть, как верхнюю одежду, как куртка. Все-таки верхняя одежда должна быть какой-то более спокойной. Тогда под нее можно надеть что-то. Но если, допустим, джинсы, как-то футболку, то можно вот сверху такое надеть, яркое-прияркое, и так вот выписывать в этом. Так, джинсы были. У меня размер 6-й, американский, 38-й, европейский, 55-90 они стоят. И вы знаете, что? На них написано, что это straight leg, то есть, вот прямая нога. Вот, видите? Все, никаких больше ни балун, ничего. Совершенно обычные прямые джинсы. Ну, слушайте, в них... Они какие-то так странно скроены. В них как будто бы нога кривая. И нога под ней кривая. И лицо тоже не слишком. Но если вам они понравились, то вот их номер. И красивый, хороший цвет. Но вот странный фасон, девочки, честно. Вы же знаете меня, вы же видите. Я вам сейчас покажу свои ноги, они ровные. Они даже вот здесь вот как-то вот висят на вешалке, как будто создают ноги колесом. Не знаю, что мне кажется. Так, девочки, вот такие у нас были примерки. Странные джинсы, которые делают мне кривые ноги. Сейчас я вам покажу. Так, вот, смотрите. Кривые. Немножко, да? Немножко есть, да? Как-то скривели у меня. Всегда бы считалось, что у меня не кривые ноги. А тут смотрю. Джинсы мне прям как-то убили мою, убили мою самосистемацию, как это называется, да? Ну, в общем, не знаю, что вы скажете. Кривые ноги у меня колесом прямо. Все, девчонки. Надеюсь, что я вас повеселила. Сегодня не таки были примерки, как комментарии насчет кривых ног. Я представляю, что сейчас начнется в комментариях на самом деле. Набегут, скажут, да, кривые, кривые у тебя ноги. Пусть пишут. Комментарии поднимают активность канала. Даже плохие. Совершенно неважно, какие. А от меня, знаете, отскакивает, как от стенки. Мне совершенно похер. Все, всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Из Зары. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok